Но мы переходим к другим темам, хотя тоже связанным с медициной. Россиянина не отпускают из итальянской больницы. Конечно, сибирская язва здесь не при чем. Наш отечественник Игорь Игнатченко приехал в отпуск в Рим, но совсем скоро его отдых был оморочен. Мужчина почувствовал себя плохо, поднялась температура у него, и он просто не смог выйти из номера отеля. Он лежал в гостинице, в номере, он не мог выйти купить продукты, воду. Он попросил ресепшн, чтобы ему принесли воды, но ресепшн, решив, что он долгое время не выходит из номера, его объявили алкоголиком. И когда приехала скорая помощь, здесь помогли его друзья, которые были в это время, вызвали скорую помощь, то на ресепшне сказали, что это алкоголик. Хотя мой сын образованный человек. И вот когда Игорь оказался в больнице, на помощь к сыну вылетела его мать, но прояснить ситуацию женщине так и не удалось. Изначально симптомы болезни были похожи на обычный грипп, но сейчас мужчина находится в беспамятстве, в психиатрическом отделении. При этом итальянские врачи даже не объясняют, от чего и чем лечат Игоря. Семья считает, что именно медикаменты довели мужчину для такого состояния и просто хочет забрать его в Россию. Я попросила довезти, организовать эвакуацию сына в гостиницу, в номер, чтобы я могла с ним затем уехать и думать дальше о своих дальнейших действий, как я могла оставить в Москву. Но мне сказали, что это невозможно. Мне зачитали какие-то параграфы о том, что я должна это все сама осуществить, оплатить. Мне это непонятно, я была бы согласна на это все. Но вот я поняла, что там полное непонимание. Мне не хотят слушать и совершенно отторжение всего. Но сейчас к решению проблемы подключился российский консул. Возможно, при его поддержке семье наконец удастся перевести Игоря в отечественную клинику и получить ответ на главный вопрос. Какой диагноз поставили мужчине и чем его лечат?